Я думаю, что это правда. Правда, здесь бросают скорлупу от арахиса. Это, вероятно, единственное место в стране, где можно мусорить. Не оштрафуют за это? Нет. А место это прославил бармен-китаец Ньям Тонбун, приехавший в Сингапур с китайского острова Хайна. Авторство сингапурского слинга целиком принадлежит ему. В 1915 году мир впервые попробовал и полюбил его оригинальный коктейль, составленный в лонг-баре. Ну что, давайте закажем сингапурский слинг-2? Да, известный на весь мир слинг. Лонг-бар называется так из-за длинной барной стойки. И тут пахнет колониализмом британской империи. За столиками сытые иностранцы. Веера на потолке. Раньше их в движение приводил мальчишка, который дергал этот допотопный вентилятор за общую веревку. Ставни на окна. Через них регулировался поток и направление свежего воздуха. Артина в тяжелой раме. Говорят, писалась с неизвестной русской барышней. Но судя по бледной коже и развратной позе, это скорее британка. Я знаю, что много русских эмигрантов отдыхали здесь, пели и слушали песни. Правда? Да. После Октябрьской революции. Да, да. Я этого не знал. Забавно. Это вы в интернете прочитали? Ну да. У меня тут песня есть одна. Поет Александр Вертинский. Очень популярен был в 20-х годах. Это песня о Сингапуре. Правда? Да. 20-30-е годы. Круто. Скажите, где можно скачать? Я скачаю. В бананово-лимонном Сингапуре во время бурек, когда океан поет и плачет, он гонит птица прочь. О, очень драматично. Очень драматично. Большая поэзия. Им надо ее здесь включать иногда. Курить ни в барах, ни в ресторанах нельзя. Говорят, раньше танцевать на парных стойках запрещалось. Сейчас вроде разрешили. Хоть какая-то у ребят отдушина появилась. Ну и мусорить в лонг-баре можно, в отличие от других мест. Заброшенную на улице бумажку о курок штраф в тысяча долларов. А здесь народ отрывается. Взял пивка в модном стакане длиной в полярда. А скорлупо как узкий на поле. Это типа бонус. Это вручную смешано? Только вручную и свежих продуктов. А ананас? Сок ананасовый? Сироп и ананасовый сок. А ингредиенты какие? Скажите, что там? В основе лежит джин, горький ликер, немного черри бренди, ликер бенедиктин, ананасовый сок, сок лайма. И для цвета добавляем гренадиен, сироп. А кора ангастурового дерева? Есть горький ликер из коры ангастуры. Один из ингредиентов – ангастуровый ликер. Для запаха добавляют. Хорошо, большое спасибо. Спасибо. Ну что, давайте выпьем за Сингапур, за дружбу и взаимопонимание между Сингапуром и Россией. Россия? Да. Я не стал больше злоупотреблять гостеприимством и отзывчивостью господина Уильена Лоу. Спасибо.